Добрый вечер! У Гомеля начались урочистости до Дня Незалежности Республики Беларусь. В святочную программу открыли митинг на Аллее Героев и Урочисты Сходу, Громадско-культурным центры. Подробности у репортажа Настаси Кучинской. Ветраны войны, керавництва в области и города, процедурники працонных коллективов, царквы, громадских организаций, школьники и студенты. На Аллее Героев сотни людей. Усе пришли отдать Данину памяти воинам, что цаной своего життя подарили нам мягчимость означать свято незалежности. У 40-е годы минулого 100-го дня немецко-фашистские оккупанты нанесли велизарный урон народных господарцей Гомельской области. Были изничаны каля 5 тысяч промысловых предприемств. Усе электростанции спалены больше за тысячу вёсок. Фашисты изнищили свыше 200 тысяч человек. Трагичные факты нашей истории не губляют своего значения для кожного нового поколения Жихаров Гомельшины. Мы отзначаем усе даты, связанные с Великой Чиной и Войной. А день вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников шануем особливо. Радостно, что на этих мероприемствах и зараз ясно присутствуют люди, которые башили войну своими в отшима и которые наблизили приход Великой Перамоги. Мы счастливы, что живем под мирным небом, что у нас нет никаких катаклизм ненужных в стране. И мы все счастливы, что такой праздник мы можем встречать, можем встречать с большим энтузиазмом, с патриотизмом и большой радостью для всего нашего народа. Тих, кто сегодня прикладывая намаганий для розквиту Гомельшины, ушановывают у городским громадско-культурным центры. Почас турачистого схода узнагарожывают людей, яким ух этом годе присвоено гоноровое звание «Человек года». Зарупливую працу, высокие моральные и профессийные якости селятые его присвоили командиры войсковой части 1242 Алексея Кузьменко, генеральному директору Гомсельмаша Александру Камко, директору сельгазпродприемства «Звязда» Чачевского района Галине Трибунах, головному урачу Мазырской центральной городской поликлиники Игору Баранову, а так само трактористу-машинисту сельгазпродприемства Суткова Хойницкого района Олени Волковой и старшему тренеру национальной команды Беларуси повеслований на байдарках и каное Геннадию Галицкому. Я считаю, это не сколько моя награда, сколько награда всего коллектива, который помогал мне в прошлом году завоевывать медали. Их мы завоевали немало. 12 золотых медалей в прошлом году, завоеванных на всех крупнейших турнирах года. И поэтому огромная благодарность и администрации ШВСМ, и психологам, врачам, которые работают с командой, и просто сотрудникам грибной базы, где мы последние три года готовимся. Хочу напомнить, что именно три последних года мы тренируемся и готовимся в Гомеле ко всем крупнейшим соревнованиям. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Самое масштабное национальное свято – День незалежности Республики Беларусь имкливо наближается. Об холонных святочных мероприемствах, которые запланованы у Гомеле, репортаж Вероники Ворошилиной. По доброй традиции, холонное национальное свято – День незалежности Республики Беларусь у Гомеля распочнется у Рашистым шестям, поголовной в улице города. У 10 годин ранецы гэты парад объедная ветеранов, проставников областных и городских уладов, громадских организаций, працовных коллективов и молодь. Завершится святочная шестя церемонию складания вянковых кветок до мемориалу «Вечный огонь» на площади працы. Затым на пляцов цикле Медицинского университета будет ладиться яскравая концертная программа. У целом 3 липня для гомельчан и гостей областного центра будет подрихтована саправды текавая и насыщенная культурно-массовая программа во всех районах города. Приглашаем всех пройти по всем нашим площадкам, которые будут организованы до 3-5 часов в центральной части города. Мы приглашаем на праздник вышиванки. Впервые в этом году в рамках Года культуры запланированы такие мероприятия. Это улица Ланге, улица Белецкого. А во второй половине дня мы приглашаем всех в районы. Это зона отдыха пруды в Новобелеце, это проспект Космонавтов, железнодорожный район, это, безусловно, и микрорайон Костюковка в железнодорожном районе будет также организована площадка, Ледовый дворец, центральный район и, конечно же, Любинское озеро в Советском районе. По традиции яскравой финальной кропкой святкования Дня незалежности Республики Беларусь у 22 годин и 50 хвилин станет акция «Спяём гимн разом» на пляцовце для Ледового палаца. После массового выконания державного гимна небо над Гомелем офарбует прыгожие салюты и фейерверки. Маляуничное перетехничное шоу протягнется не меньше, как 7 хвилин. Дарыча, у День незалежности фейерверки вспыхнут на святочными пляцовками и в районах города над Сожем. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, «Переродоя компания Гомель». Подошла до завершения реконструкции аутодороги М5 Минск-Гомель на участку Жлобин-Бабруйск. Зараз автомобили рухаются там по усих четырех полосах. Сегодня отбулось урочистое открытие участка. Подробязности ведая Максим Савин. От Гомеля до Минска меньшим за 3 годины дадены официйный старт руху по аутодорозе М5. Участок Жлобин-Бабруйск стал опошним этапом реконструкции. Зараз аутодорога М5 на всей протяглости от Гомеля до Минска, отповедая первой категории. Протяглость участка Жлобин-Бабруйск амаль 78 километров. Гэты проект – приклад плённого супрацовництва Белоруссии и Китая. Его реализация проходила за сроки льготного кредита экспортно-импортного банка Китая. Генеральным подрядчиком была обрана компания «Споднеобесный», а работы выконывали белорусские дорогобудовники. Мне думаю, что это очень важное событие именно в процессе террового сотрудничества между Китаем и Белоруссией. Но это очень успешные совместные проекты, которые мы вместе совершили. Эта дорога как визитка, и как визитка Белоруссии, и как визитка нашей китайской берорусской терровой сотрудничества. Отсыпано больше за 6 тысяч квадратных метров земляного полотна. Покладено амальм миллион тонн асфальтобетону. Вось так коротко можно описать объём выконанных работ. Почали будовництво участка в жнею 2014-го. Завершили на два месяца ранее, чем плановали першопочаткова. Сприяли доброе надворье и стабильное финансование. Львиную долю амаль 50 километров дороги побудовали специалисты Гомельского дорожнобудовничего треста номер 2. Кажут, что опереджение графика на якости не отбилось. Есть гарантийный срок, он составляет 5 лет. Я думаю, что реально данная дорога должна прослужить как минимум 10 лет. Будовництво вялося по стандартах максимально наближенных до европейских. Выкористовывалися самые сучасные технологии, у тем лико распрацованные белорусскими навыковцами, что снизило кошты и не отбилось на якости. Поставками компонентов осиповерский завод «Цехнаниколь», отдельных компонентов, которые использовались при производстве асфальтовых сменосей, но обитум, мозорский завод, щебень наш, белорусский, здесь практически нет иностранных материалов. М5 – частка трансевропейского транспортного калидора, який звязывает Черное и Балтыйское море. Заводом у эксплуатации участка Жлобин-Бабруйск по всей протяглости от Гомеля до Минска появилась высокохуткосная автомагистраль. Ее пропускная сдольность выросла у разы, а это несумненный плюс у тем лико и для Гомельской области. Эта дорога дает прекрасные возможности и для экономики, потому что позволяет быстро, качественно и безопасно перемещать как грузы, так и людей. З усих областных центров зараз только Гродно не связано со столицей высокохуткосной автомагистралью. Однако чекать засталосься недовго. Работы по реконструкции М6 начались. До строительства этой дороги уже ведется, но вот с освобождением возможностей наших прежде всего дорожно-строительных организаций, они будут переброшены, уже перебрасываются на ту магистраль, и вот такая же дорога такого класса, категория это 1В, это одна из высочайших категорий, это скоростная автострада, и так далее, будет построена к концу 2018 года и наградность. Добрые дороги завсюды были визитной карткой Беларуси. А заводом устроя М5 можно смело казать, что Караина, а разом с тем и Гомельская область, значно добавили у своей экономичной и туристичной приварности. Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Для помника героям-комсомольцам у Гомели пройшла акция «Живу у Беларуси» и «Тымга на Руся». На отделу ее отгукнулося молодое поколение областного центра, студенты ВНУ, колледжа, школьники и представники працонных коллективов. Тут напереда Дни Дня Незалежности и они вырошили суместить традиционный митинг с ярким флешмобом. Перш за все присутные ушановали хвилиной маучанье память комсомольцев, ике загинули у годы Великой Айчинной войны и усклали до помника к ветке. Затым отпустили у неба поветранные шары, як символ молодости, да не на памяти таким же юнакам и девчатам, які отдали свои житти за будущую и незалежность своей краины. Тыдзень был насыщенный важными падеями у экономичным житти краины. Самая буйная, зразумела, деноминация. Гэтай теме был присвеченный семинар по повышении финансовой адекватности насельництва, який пройшел у Гомелли. А кроме того, учора уступил силу указ, отповедная кома усе неправатизаванные кватеры переоходить у разрад арендного жилья за что месячной оплатой за его корыстання. А об задачах по развитию экономики региона и шла размова подчас рабочой поездки керавництва Гомельского облаканкама у Речицкий район. Об этом не только по идее размова у черговым выпуску экономичной доведки. Глядачоу так само чекая знайомства с ценами на кветковую рассаду, у краме и на рынку. Глядите программу одразу после выпуску новинов на телеканале «Беларусь-4 Гомель». На Гомельском домобудовничном комбинате пройшел районный день аховы працы. Ключовым на мероприемстве стал заклик ахова працы патрабаванне часу. На семинар запросили керавництва и особ отказных застан аховы працы и техники безопасности на предприемствах и организациях советского района города Гомеля, представников отделения гигиены працы Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии, инспекции департамента контроля и нагляду за будовництвом, а так само специалистов областного объединения профсоюзов и областного наркологичного диспансера. Пусяго, каля 70 человек назирали за вытворчастью, технологичным процессам на предприемстве, пасячаго отмерковали актуальные пытания у сферы аховы працы. Мы сегодня собрали именно контингент строителей на базе нашего лучшего предприятия домостроительного комбината, чтобы можно было ознакомиться с их производством и постановкой вопроса по охране труда. Несмотря на новое технологическое оборудование, да, оно отвечает современным требованиям, сделан большой уклон и упор на соблюдение безопасности, снабжены современными датчиками, которые позволяют обезопасить работу и сделать труд более производительным. Во-первых, очередной, конечно, наш потенциал – это все-таки люди, которые работают. Мы заботимся и стараемся создать оптимальные условия для работы, для достижения производственных показателей и для создания благоприятных условий на работе. У Гомельским державным медицинским колледже отбылась урочистая церемония уручения дипломов об закончении установы. Все лето их отримали каля 300 выпускников. Это молодые и перспективные специалисты среднего медицинского звена, которые зауседы запотребованы в разных установах охоты здоровья нашей области и страны. Подробности в следующем материале. История Гомельского державного медицинского колледжа неизменной заставалася мета – закладывать у будущих медицинских работников имкнение до высокого профессионализма и милосерности, что год с родной альма-матры выпускники развитываются с особливыми эмоциями и почуциями. В колледже замечательный преподавательский состав. И, конечно же, здесь замечательная атмосфера. Это касается не только учебного процесса, но и различных мероприятий, и просто общественной жизни колледжа. Здесь останутся мои любимые преподаватели, которые дали много знаний, много опыта. Здесь было очень весело, познавательно. Я считаю, опыт полученный здесь действительно очень нужен в жизни и пригодится в будущем. Все лета в урочистой атмосфере дипломы об закончении колледжа отримали каля 300 яго выпускнику. Гэта молодые и перспективные специалисты среднего медицинского звена, які заусюды запотрабованы у разных установах аховы здоровья нашей области и краины. Литерально празд месяц выпускники колледжа приступить до своих профессийных обовязков. До того ж, многие из них мают намер удосконаливать свои веды и умения у высшейших научальных установок. Им к ней не выпускников, повышать свой профессионализм наставники колледжа поделяют. И тому на гэтэне простой профессийной ниве жидают им только поспехов и перемог. Я бы хотела пожелать, чтобы они не разочаровались в выбранной специальности, чтобы они ходили на работу с удовольствием, не ради денег, а ради того, чтобы они будут помогать людям, что их работа нужна. Вероника Ворошилина, Олеса Рудянкова, Михаил Рабко, у телерадиокампания «Гомель». Поважанные телеглядачы, звертаем вашу увагу. Усувязи с проведением урочистых мероприемств узнагоды святкованни Дня Незалежности заутра на телеканале «Беларусь-4» и у 7-го дня ранецы, а так само у 12, 30, 15, 30, 17, 30 и 20, 30 выйдут в эфир специальные выпуски новинов. Корреспонденты телерадиокампании «Гомель» непосредственно с местопадей будут рассказывать, як же хары в области святкують День Незалежности. Заставайтесь разом с нами, вы доведайтесь об самым цикавым. Гэта и атак сама іншая новина вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Усяго доброго, до новых сустреч! Редактор субтитров А.Семкин